Всем привет дорогие друзья! Сегодня будет очень-таки необычное видео. Во-первых, потому что я его снимаю на дому в связи с всеобщей самоизоляцией и карантином. А во-вторых, потому что сегодня в обзоре будет очень удивительная и необычная бензопила. Но необычная она не потому, что обладает какими-то сверхъестественными техническими характеристиками, либо позитивными качествами. А необычная она тем, что это одна из первых бензопил, которые китайцы скопировали не с обыденных нам японских бензопил Каматсу Зинуа 3800, либо 4500, а скопировали ее с настоящей немецкой бензопилы Долмор. Итак, друзья, вот так вот выглядит наша бензопила. Те, кто имеет дело с бензопилами часто, уже по корпусным деталям могут понять, что это нестандартная китайская пила серии 2500, 3800, либо 4500. Мы видим, что вот эта крышка цепного колеса выглядит очень нестандартно. Сделана она в отличие от большинства китайских бензопил не из пластмассы, а из металла. Потом своеобразная крышка воздушного фильтра и вот такой вот нестандартный стартер. Сегодняшнюю съемку я решил разделить на два видео. Первое видео это будет общий обзор комплектации этой бензопилы и характеристика. А второе видео будет для тех, кто больше интересуется ремонтом и запчастями. Второе видео это будет полная разборка этой бензопилы до самых мелких запчастей. Ну и потом мы поговорим о каждой из запчастей. Как я уже сказал, бензопила нестандартная. Такая международная кодировка у нее ED-KW-43. На постсоветский рынок она поставлялась, я думаю, самое популярное название, которое были выпущены. Это Майстер Данила. Такой закос под украинскую бензопилу. А также более редкое название, то, которое у меня сейчас, это Сафун. Повторюсь, это нестандартная китайская пила, которая скопирована с бензопилы Dolmar. Сначала я думал, что она скопирована с такой более популярной модели Dolmar 115i. Потому что вот стартер очень напоминает и боковая крышка модель Dolmar 115i. Но я посмотрел деталировки, там сравнил диаметр поршень и понял, что именно эта модель, она содрана с модели бензопилы Dolmar 109. Так, касательно этой пилы, вес ничего такого необычного. Вес этой пилы 6,5 кг, диаметр поршня 40 мм. Это плюс-минус аналог 230-го штиля, либо Husqvarna 142, Husqvarna 240 из таких нынешних аналогов. Ну вот есть такие краткие характеристики на самом стартере. 2 кВт, холостые, 3000 оборотов, максимальная 9000, объем 93 см3. Скажу сразу, что чем еще необычна эта бензопила. А тем, что вся конструкция этой пилы довольно-таки устарела. И слизана она с очень давно снятой с производства бензопилы Dolmar. И как на сам Dolmar, так и на вот эти китайские штамповки достать запчасти очень тяжело. Вот, в принципе, основная такая необычность этой пилы. Поэтому я решил записать видео, разобрать ее полностью, показать, какие здесь установлены запчасти. Возможно, это кому-то поможет в дальнейших поисках. Так, как я уже сказал, такая необычная крышка цепного колеса с выступом. Это как бы такая основная отличительная черта. Ее можно сразу, эту модификацию, узнать среди других бензопил. Здесь мы видим рычаг воздушной заслонки. Курок газа с вот такой вот фиксацией полугаза при запуске на холодную. Тумблер включения-выключения. Расположение бензобака и маслобака, такой довольно похожий, как на современных китайских бензопилах. Хочу сказать еще, очень необычная режущая гарнитура. На первый взгляд, шина 18 дюймов и цепь на 64 ведущих звена кажется такой стандартной. Но ничего подобного. Это шина 18 дюймов 45 сантиметров под мелкий шаг 3 восьмых. То есть 3 восьмых с низким профилем. Очень нестандартная шина. Даже вот поиски шины могут иметь проблемы. Возникнут трудности с подбором шины. Ну и цепь. Цепь здесь укомплектована Орегон 90WG 064X. Это означает кодировка 3 восьмых. Низкий профиль 64 ведущих звена. Не путайте 64 ведущих звена с шагом 325. Здесь другой шаг. Поэтому вся сложность подбора режущей гарнитуры. Комплектация этой бензопилы довольно необычная. Еще никогда я не видел, чтобы китайские бензопилы были укомплектованы такой вот отверткой, которая как будто трудовик сделал. Потом зубчатый упор. Два самореза, которые фиксируют его. Ключ шестигранник. Все винты сделаны на пиле под шестигранник четверку. Зажигание шестигранник тройка. Ну и тут еще продублирован шестигранник четверка. Также в комплект входит свечной ключ паршивенького качества. И вот такая отвертка обычная. Я думаю предназначена так больше для регулировки карбюратора. Ну и чехол для пильной шины. Довольно таки длинная шина, как для технических характеристик этой цепной пилы. Сейчас я хочу снять несколько корпусных крышек, для того, чтобы вы удостоверились, что конструкция этой пилы не имеет ничего общего с обычными китайскими бензопилами. Ну уже видно по такой мощной муфте сцепления. Она такая уникальная. Звездочка, корзина ее имеет такой увеличенный диаметр. И сам маслонасос очень такой оригинальный. Такой насос можно встретить только на бензопилах Долмар. Дальше. Сниму еще стартер. Вот так выглядит стартер на этой бензопиле. Он очень необычный. Как видите, зацепы на шкиве стартера сделаны такой из литой металлической части. И в принципе найти такой стартер, либо шкив стартера, очень затруднительно. Здесь мы видим также такое зажигание в виде бочечки, которое можно подобрать только от бензопил Долмар. Ну, либо купить оригинальное, если оно есть в продаже на бензопилу Софу. На маховике металлические захваты. Маховик с обычной китайской пилы не подходит. Ну и еще осталось крышку раскрутить. Видите, нейлоновый фильтр с такой большой площадью фильтрования. Цилиндропоршневая группа, диаметр поршня 40 мм. На этом, друзья, наш поверхностный обзор этой бензопилы заканчивается. Как я уже сказал, для тех, кто интересуется больше запчастями и ремонтом, будет другое видео, которое будет добавлено вслед за этим, где будет полная разборка этой бензопилы и в конце анализ всех запчастей, из которых она состоит. На этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok